Здравствуйте, с вами Владимир Владимиров. Сегодня я поведаю вам секреты политтехнологии. В первом своем видео я рассказывал, что космические часы приближаются к часу Х. И в 2026 году команда Путина покинет Кремль. Наступает новое время, новая эпоха, и во власть должны прийти новые люди. Если вы относитесь к сфере управления, и вами поставлены определенные цели, то это видео для вас. И вам уже сейчас нужно предпринимать определенные шаги, чтобы в скором времени выйти на финишную прямую. И сейчас я вам открою карты, расскажу о трех основных моментах, которые помогут вам воплотить свою цель в жизнь. Есть три кита, которые помогают политическому лидеру добиться успеха. Встать на новую ступеньку. Первый кит, кандидат в год выборов, должен находиться на энергетическом подъеме. У него должно идти время успеха. Это время целиком и полностью складывается от позитивного влияния планет. В данное время наличный гороскоп кандидата. Когда избирался Борис Джонсон, ему помогали три планеты. Уран, Сатурн и Юпитер. Юпитер это учителя, бизнесмены. Сатурн это люди власти, строгие люди. Уран это свободолюбивые, открытые, ученые, люди, связанные с техникой. Когда выбирался Трамп, ему помогало четыре планеты. То есть четыре амплитуды шло вверх. Когда Хрущева пытались сместить, Булганин, Молотов и Маленков, то Хрущеву помогала планета Плутон в лице маршала Жукова. Плутон это силовики, это военные, это люди с очень мощной энергетикой. И уже сейчас надо подбирать кандидата, который в решающий год будет иметь эту восходящую волну. Можно ли это сделать? Да, можно. И я этим давно занимаюсь. Второй кит – это непосредственная связь вашего человека с народом, с избирателями, как мы говорим. С глубинными истоками нашей культуры, с землей русской. И даже можно сказать, что это самый главный кит, что это самый главный фактор. И если у человека полностью открыт родовой канал, ему идет очень мудрая информация. Ему идут очень мощные силы, благодаря которым он может воплотить свои идеи в жизнь. Когда Сталин был в ссылке, с ним проводили подобную работу. Ему открыли эти мощные потоки, которые он и использовал, когда стал лидером Советской России. Третий кит – это выстраивание взаимосвязей с людьми, которые находятся вне вашей группы и которые могут помочь вашей группе продвинуться вверх, которые будут способствовать приходу вашему кандидату во власть. Чтобы правильно выстроить взаимодействие с этими людьми, важно знать их энергетический узор и важно знать вашу энергетическую динамику. Динамика человека, она подобна волне. Идет волна вверх, волна успеха и потом волна вниз. Есть волны годовые, есть волны месячные, недельные, есть даже волны по часам. Например, утром сегодня нельзя будет встречаться и принимать важные решения, а уже вечером можно будет встречаться с нужными людьми и решать какие-то дела. Очень хорошо иметь этот подробный график. И я выработал методику, которая называется волны успеха. Здесь на графике вы видите вот эти волны. Волна идет вверх, когда энергетика человека на вершине. Важно намечать важные встречи, принимать важные решения. Потом, когда идет волна вниз, вы это время тратите на подготовку. И когда опять идет волна вверх, опять делаете важные шаги. Итак, от волны до волны идет поступательное, позитивное развитие, раскручивание вот этого вала успеха. По большому счету, третий кит – это важная тактическая работа. Это повседневная работа на результат. Очень важный момент этой работы – это анализ энергетики, анализ узора человека, с которым вы должны встречаться. Например, сегодня встреча с дядей Петей. А у вашего кандидата нет гармоничных взаимосвязей с этим дядей Петей. И когда они будут встречаться, скорее всего, будет неудачная встреча. Поэтому, заранее зная совместимость или несовместимость людей, важно посылать человека, который совместим с тем человеком, с кем вы ведете переговоры. То есть, дяде Пете надо послать дядю Ваню, они друг друга очень хорошо понимают. И дядя Ваня сможет привлечь дядю Петю для совместной работы. И здесь моя методика точнейших расчетов энергетических состояний может оказаться решающей. Кроме этих трех основных моментов, есть, конечно, и множество нюансов. И такие нюансы я могу открыть уже при личной встрече, при личной работе с вашим кандидатом. На этом разрешите завершить нашу сегодняшнюю беседу. Благодарю за внимание. До новых встреч.